Всем привет! На сегодняшнем коротеньком уроке для новичков мы напишем первый скрипт и узнаем, что такое родитель. Родитель, parent. Вы, наверное, часто видели в скриптах, готовых из тулбоксов или в моих уроках, parent. Я, кстати, это объяснял пять раз, но давайте сейчас объясню на пальцах, на кошках, на матрешках и на картинках с мемами. Что такое родитель? Parent. По-английски parent это родитель. В роблоксе никак в жизни что. Здесь родитель всегда один. Порого родителя нет. Ну и бедный роблокс. Так. Ну и у всех родителей есть еще дети. Child. Children во множественном числе. Ну, на этом уроке мы на этом заострять внимания не будем. Кстати, я сразу подумал, что нужно написать еще какой-то урок. Так. Давайте посмотрим на картинку. Ну, догадываемся, что, допустим, это дедушка. Он является родителем вот этой вот девушки. Это мама этой девушки. Точнее, бабушка. Бабушка является родителем вот этой девочки. Этот парень, скорее всего, муж вот этой девочки. И у этого, у семьи девочки, этого мужа девочки, есть вот такие вот детки. Дочка и сыночек. В данном случае у дедушки сыном является все равно его дочка. А внуки никаких, видите, полосок я не рисую с этими внуками. А собака вообще не знает, что здесь делать. Вот. Вы, наверное, в школе, ну, в детском саду, я не помню, было такое задание или нет. Ну, в школе, даже в университете я учился, у нас тоже было задание нарисовать свое древо. Древо родственников. Но такое дерево, древо, ца я. Это я, значит, что ли? Оно никуда не годится, потому что, смотрите, во главе здесь нарисована маленькая девочка. У нее есть мама, папа, есть, я не знаю, там, брат, сестра, есть тетя, есть, допустим, бабушка, есть дедушка. Ладно. Давайте что-нибудь поближе уже к нам. А, ну, вот то, что я сейчас говорил, вот примерно такое дерево и получилось. С родителями и детьми. Но нам оно не подходит. Давайте перевернем это дерево и посмотрим. Вот родители у нас есть, первые волны. Ну, не буду писать слово parent. Так, у бабушки. Бабушка и дедушка являются родителями parent мамы. Мама является родителем я. Тут написано я, но это, наверное, Барт. Так, вот он, Барт. Это его мама. Вот она является его родителем. Гомер тоже является родителем Барта. Так, также мама является... Не помню, как мелкую зовут. Можете в комментариях написать. Ну, это я помню Лиза. Она является мамой Лизы. Гомер является папой Лизы. И Гомер является папой вот этой мелочи. Вот. И здесь мы, если это у нас Барт, да, мы у Барта можем посмотреть. Так, ну, я не буду менять цвет. Ладно, мы уже разобрались. У всех есть по два родителя, но в Роблоксе мы помним, что у нас родитель только один. Так, ну, дедушек с бабушками здесь нет. Тем не менее, вот это вот что-то уже поближе к Роблоксу. Так, а давайте еще ближе к Роблоксу. Давайте посмотрим. Ну, вот у меня Роблокс здесь запущен. Наверное, помните, что у нас есть такие окна. Explorer. Проводник по-русски. Если у вас этого окна нет, со словом Explorer, вы его можете вот здесь включить. View. И вот здесь самая первая кнопка Explorer. Видите, нажал, выключилось окно. Нажал, включилось. Это самое важное окошко. Одно из самых важных. Без него просто, ну, невозможно в Роблоксе что-то делать на Плейсе. Так, ну, и давайте посмотрим пример. Вот у меня есть родитель какой-то. Прабабушка. Grandmother. И посмотрите, мне Роблокс сразу выделил. В данном случае Grandmother является папкой. Вот видите, здесь можно нажать плюс, когда мы создаем какой-то объект. Нажимаем плюс, и можно выбрать, что вы хотите сделать. И вот получается папка. Вам привычено, наверное, на компьютере и в Android некоторых устройствах тоже можно делать папочку, фолдер, которую в иконочке каких-то приложений. Ну, давайте просто делаем фолдер. И вот я выбрал родителя, нажал плюс, и у этого родителя появился сынок или дочка. Ну, давайте просто ребенок. Ребенок говорит, child. Ребенок. Фолдер. Так, я сейчас удалю, потому что у меня уже заготовлен пример, чтобы долго не ходить. У меня есть Workspace родитель. Workspace это вообще все. Все, что мы здесь видим. У этого Workspace есть родитель. Его не видно в Explorer. Но когда вы пишете скрипты, вы должны помнить, то у нашего родителя, точнее у нашего ребенка Workspace, у него есть parent. Parent называется game. Давайте, когда мы начнем писать скрипт, ну, давайте вот у меня скрипт, я начну его писать. Сначала, если я хочу обратиться к какому-то элементу, я хочу, например, обратиться к вот этому додж-племяшка. Додж. Додж-племяшка. Как я буду обращаться к этому доджу-племяшке? Я буду писать сначала game, маленькой буквы, потом Workspace. Это уже ребенок нашего гейма. Гейм, вы знаете, это игра. Так что игра, game, в данном случае наш, Roblox игра, она является родителем. В этой игре есть ребенок, Workspace, на котором размещается все. И небо, и вот эта вот подложка серенькая, клетчатая, и вот эти наши собаки, и все что угодно. Дальше возвращаемся к нашему. Так, в Workspace, который мы уже здесь видим, видите, Workspace, тут у нас находятся всякие папки и собачки. Давайте дальше. Нам подсказывает Roblox, мы точку напечатали, теперь можно набрать букву G, и нам уже подсказывает Grandmother. Подставилась папка с названием Grandmother. Так, а у этой бабушки, какие есть дети? Нажимаем точку, и нам уже подсказывают. А, ну, во-первых, мы можем написать parent. Так, если мы сейчас выберем parent, то как будет читаться это выражение? Оно будет эквивалентно вот такому выражению. Почему? Потому что родителем у бабушки является Workspace. Видите, в Workspace лежит папочка, лежит ребенок этого Workspace. Grandmother. Ладно, не нужен нам здесь этот parent. Давайте мы лучше детей посмотрим. Кто у нас, какие дети есть у наших. Так, я отключаю звук в телефоне, мне тут кто-то названивает. Tex. У Grandmother есть тетя, но это не ее тетя. Это значит у бабушки родилась девочка и родился мальчик или девочка. здесь я не стал просто уточнить, а давайте сделаем. Нет, пусть все-таки остаются. Видите, в Роблоксе родителям может быть только один, поэтому я не могу сделать родителям и маму и папу. Ну, ладно. Тогда назовем вот так. Нет, не подходит. Пусть будет, например, у бабушки у бабушки у вашей бабушки было две дочки ваша тетя и ваша мама. Во, вот так подходит. Только я сейчас на собачках показываю, ну ладно, не смейтесь. Так, итак, у нас есть тетя, вот я сейчас курсором выделил, вот эта строчка означает ссылку на тетю, что мы можем обратиться к тете. Так, а как к маме обратиться? вот так. Так, у тети есть еще ребенок, дочь Низ. Низ это племянник, племянница по-английски. Так, а у мамы два варианта. У нее есть дочь и есть еще сыночек. вот три строчки. Видите, они красным подчеркнуты, потому что просто так их нельзя использовать. Нужно куда-то их присваивать или что-то с ними делать. Но тем не менее, у нас есть собачка-племяшка. нам Роблокс все подсвечивает. Смотрите, на собачку-племяшку нажал, вот она подсвечена. На собачку-дочку нажал, вот она подсвечена. На собачку в эксплорере в окошке. На собачку-сыночка нажал, он подсвечен. Теперь давайте нажмем на маму. И нам показывают, какие есть дети у этого парента. Парент родитель, два ребенка, дочка и сын. А если мы нажмем на тетю, то нам подсветят всех, кто есть у этой тети. У тети может быть, например, еще один племянник. Не важно, там мальчик или девочка. И даже, давайте, даже их будет три. Так, только мы должны растащить, чтобы они... Так, идем home, выдвигаем. Так, и давайте вот этого племянника тоже сюда выдвинем. Вот и все. Нажимаем на тетю, нам показывают, что у тети три ребенка. Единственное, Roblox, если мы выбираем какого-то child, ребенка, нам его родители не подсвечивают. Но, тем не менее, видно, что, как бы, в этой папочке лежит вот этот child, ребенок. В этом parentе лежит вот этот child. А вот в этом parentе, в родители, лежит тетя, которая уже лежат, вот эти вот наши собачки, и лежит мама, в которой лежат дочка и сын. И контейнером, как бы, родителям, может являться что угодно. Смотрите, берем вот эту племянницу первую, и переносим. Я схватил курсором, держу мышку, держу, 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 и тащу ее, и вот отпускаю. И теперь у нас workspace является родителем вот этой собачки. Потому что child, ребенок, находится в папке workspace. Я могу назад перенести, или могу перенести в маму. Давайте перенесу в маму. Давайте всех перенесу в эту маму. Что у вашей тети как будто нет детей. Зато у вашей мамы пять детей. Это значит у вас четыре брата или сестры. И давайте теперь нажмем на маму и посмотрим. Видите нам выделили всех у мамы. Мама в данном случае родитель parent. И у нее есть пять child children. Пять children, пять детей. Раз, два, три, четыре, пять. Так ну хватит с картинками. Давайте теперь и с этими собаками тоже наверное хватит. Давайте я перенесу назад племянниц или племянников в тетю. С собаками тяжело проще. Как в известной комедии там тренировались на фарфоровых кошках. Как раз у нас нам очень напоминают папки, которые находятся вложенные. Видите? В одной папке есть другая. В эту папку вложены какие-то детки. Нам напоминают очень матрешки. Что в одной большой матрешке она родитель следующей матрешки, которая чуть поменьше. А в эту матрешку вложены еще какие-то детки. Я так что там у нас последний слайд. нет не последний. Ну все мы должны уже работать в робот студии. Хватит нам этой презентации. Это для меня памятка если я что-то забуду. Вот давайте на кирпичах на кирпичах на детальках. Помните как деталь создать? Вот у нас есть кнопка part так во-первых выбираем то место родителя где будет создан кирпич на workspace нажали делаем part появился кирпичик так ну и давайте запустим просто посмотрим у нас без ошибок place запустится нажали play и смотрим так что-то у нас здесь ошибка уже какая-то а ну естественно я вам тут когда писал ссылки на наших всяких племянниц и всех прочих они уже сразу были подчеркнуты красным цветом закомментирую когда строчка начинается с двух минусов видите она серая становится это означает комментарий так что когда роблокс игра запускается она такие строчки пропускает ну если будете смотреть мои уроки по порядку я там подробнее про все рассказываю так давайте и это тоже закомментируем таки здоров вообще все это можно стереть конечно мне лень так давайте с кирпичей начнем кирпич мы кирпич уже создали да и называется он у нас парт давайте мы его назовем брик чтобы сразу было ясно помните как переименовывать здесь просто можно мышкой по имени щелкнуть и можно уже переименовывать или нажать кнопку F2 так нажмем назовем его брик брик переводится как кирпич обычный кирпич серый еще раз запускаем чтобы быстро запустить наш плейс мы можем нажать F5 так ну и давайте посмотрим вот explorer у меня окошко если мы в студии запустили нашу игру мы можем опять открыть и посмотреть что же у нас находится в родителе workspace ну понятно там это бабушка у которой все эти собачки доджи вот которые еще шевелятся в них какие-то скрипты я их из tool.log собрал ну ладно нас интересует кирпич где он брик да вот он выделился все отлично давайте раскрасим этот кирпич как его раскрасить создаем скрипт вот у нас уже создан если у вас его нет скрипта нажимаем плюс и выбираем скрипт и он создастся вот в этой папке конкретно нужно в этой папке делать сервер скрипт сервис серверные скрипты выбираем скрипт и он создастся так два раза щелкаем открылся скрипт так как теперь нам обратиться к кирпичу давайте его перекрасим перекрасим мы его вот так game workspace помните его имя кирпич бр брик брик у каждого кирпичика есть цвет знаете как узнать вообще свойства свойства любого объекта в том числе и кирпичика на него щелкаем и у нас здесь окно есть такое оно называется properties свойства если у вас такого окошка на экране нет можно опять перейти во вкладку view и нажать вторую главную кнопку видите оно либо появится либо исчезнет его можно мышкой здесь зажать и перетащить сюда но мне удобно вам объяснять здесь текст и вот эти вот все слова непонятные это все относится к нашему кирпичу вот эти свойства можно сказать что это дети дети нашего кирпича кирпич является parent родителем и внутри этого родителя есть свойства я объясняю так чтобы было понятно новичкам по сути может быть немножко не так так и что у нас есть в этом кирпиче есть его размер четыре стада на один на два так ну понятно четыре на один на два так а какие-нибудь цвета как мы будем цвет его менять где цвет цвет вот есть color хитрое смешивание смешение цветов красного зеленого и синего но не будем этим заниматься вот нам мы простым сейчас воспользуемся способом brick color цвет кирпича так brick . и опять пишем brick color вот теперь мы можем обратиться к цвету нашего кирпичика и давайте сделаем его красным равно это присвоение оно означает то что справа занести в то что слева то что слева это у нас уже путь до нашего кирпичика есть что он лежит в гейме потом в workspace в брике вот здесь брике и свойства нашего брика в property brick color так ну и цвета мы не можем просто так придумать мы тоже должны написать brick color нажать точку и здесь нам дают выбрать какой-то набор цветов их не так много давайте его сделаем зеленым все за нас про эти скобки я пока не говорю за нас редактор roblox studio все написал все без ошибок теперь можем запускать этот скрипт запустится при запуске нашей игры вот мы видим что у нас кирпич уже зеленый все здорово давайте второй кирпичик создадим подходит к тому для чего нам нужны эти родители я его сдублировал чтобы не переименовывать не создавать там парт и так далее знаете как я делаю нажимаю control d control d или правой кнопкой на ту вещь которую хотите сдублировать и вот у нас есть duplicate сделай копию но копия создается в том же месте с тем же цветом поэтому нужно выбрать один из кирпичиков первый или второй и немножко его передвинуть давайте вот сюда передвинем давайте запустим нашу игру и как вы думаете оба кирпича будут зелеными нет к сожалению кирпичи только один кирпич у нас стал зеленым ну ладно мы же не ленивые мы можем сделать копипасту выбрали эту строчку скопировали еще раз game workspace вот этот кирпичик brick color сделаем зеленый и еще раз workspace brick тоже его свойства цвет кирпича делаем зеленым кстати это мы с вами пишем первый скрипт вы можете это все повторить это будем считать если вы ни разу не писали скриптов то у вас так беда беда кирпич почему-то все еще зеленый что можно сделать можно переименовать давайте сделаем кирпич 2 brick 2 имя сменили и здесь тоже напишем brick 2 чтобы наш скрипт понимал не запутался в объектах с одинаковыми именами ну для порядка запустим вот два зеленых все теперь ясно сейчас переходим к родителям давайте теперь сделаем еще этих бриков так я сделал еще один brick и давайте в этот brick в кирпич я уже скрипт добавлю не вот здесь не в эту папку а как бы кирпич будет родителям скрипта плюс и нажимаю скрипт так давайте этот кирпич тоже сдвину сдвину его поближе к игроку и давайте я его размер сразу изменю чтобы мы понимали так мы вот так сделаем 2 2 или 2 3 вот такой вот кирпич кирпичище большой кирпич так ну и запустим цвет не должен поменяться у него так появилась hello world почему потому что когда мы создаем скрипт любой добавляем вот посмотрите мы его не открыли с вами скрипт видите кстати мы путаемся и здесь скрипт и тут скрипт давайте вот этот скрипт переименуем общий я по-русски его переменовал чтобы вот здесь было понятно общий скрипт он к тем кирпичам имеет отношение а здесь пусть будет скрипт ну давайте тоже переменуем скрипт брр скрипт ну это значит сокращенно какой-нибудь кирпичный так hello world это у нас кирпич нам написал скриптом скрипт в данном случае у нас child ребенок его родителем является brick как этим воспользоваться так мы давайте из общего скрипта сейчас украдем украдем какую-нибудь строчку и давайте попробуем тоже brick game workspace brick brick и тоже brick color только сделаем не зеленый а red красный и давайте запустим наш кирпичик и посмотрим как у нас работает игра так ну ничего ничего здесь не покрасилось возможно этот кирпич наш большой он попробовал раскрасить потому что этот скрипт с этим кирпичом он первый запустился он сначала покрасил вот этот кирпич с тем же именем видите у нас у нас к сожалению два кирпича с одинаковым именем в одном кирпиче скрипт да он тут раньше у нас находится почему-то по порядку скорее всего этот вот скрипт с красным цветом он первый запустился мгновенно кирпич стал красным а потом запустился вот этот скрипт из этой папки которая server script service но чтобы увидеть скрипты нужно было нажать стоп остановить вот он общий скрипт так ну как же сделать как же покрасить именно себя не будем же мы все кирпичи переименовывать или например из тулбоксов и какую-нибудь вещь вот этих вот собачек я добавил они как-то друг с другом не путаются потому что они умеют обращаться их скрипты умеют обращаться к родителю так родители родители так давайте сделаем вот так brick3 а наш кирпич правильный кирпич умный он будет просто кирпичиком так а в общем скрипте значит мы изменим вот так brick brick3 стань зеленым и brick2 стань зеленым как вы думаете что сейчас изменится если мы запустим мы увидим один кирпич красный и два зеленых почему так произошло думаем в общем смотрим на общий скрипт мы явно указываем теперь имена у нас есть вот они вот они кирпички brick3 и brick2 наш общий скрипт который раскрашивает кучу кирпичей ну в данном случае два он теперь не запутается а зато если мы теперь продублируем помните duplicate наш безличный кирпич давайте еще раз ну трех кирпичей хватит давайте я их разнесу вот вот этот кирпич разнесем чтобы было было видно давайте запустим а сейчас какие цвета будут у кирпичей у нас внутри каждого кирпичика есть вот такая строчка brick раскрасить в красный цвет в следующем кирпичике с таким же именем brick точно такой же скрипт есть brick раскрасить в красный цвет я уж не буду переименовывать скрипты у нас в каждом кирпичике он будет с этим же именем и так play ну я сразу вангую предсказываю да так и вышло кирпичи запутались маленькие кирпичики не запутались потому что у них разные имена а вот эти наши кирпичики запутались так я не планировал такое сочетание цветов если что так и как сделать чтобы они не путались во первых удалим удалим вот остался у нас один кирпич давайте правильно напишем как узнать внутри нашего скрипта родителя родители этого скрипта как и зачем это нужно сделать мы пишем скрипт скрипт enter это скрипт это ссылка на самого себя просто это слово скрипт нам ничего полезного не дает но если мы нажмем точка и попросим роблокс сказать parent кто является родителем этого скрипта давайте посмотрим explorer нам подсказывает родителям скрипта является то в чем этот скрипчик лежит а в данном случае кирпич прик вот мы не можем использовать такое имя потому что вот такую ссылку потому что таких кирпичей с таким именем может быть миллион в нашей игре зато родитель у этого скрипта всегда какой-то один так script parent давайте сделаем вот так я обычно пишу вот так переменная ну так как я люблю язык на котором мы пишем скрипт язык луа хорошим тоном является добавлять локал поэтому у меня отдельно есть урок что такое локальный переменный глобальный и так далее просто повторяем сейчас пока мы создали переменную с буквой п и в нее занесли с помощью вот этого присваивания то что находится справа а справа у нас родитель в данном случае у нас брик и конкретно вот этот вот брик значит в букве п у нас находится уже кирпич на которого есть ссылка gameworkface брик так что мы можем вот это вот стереть давайте я не буду стереть я закомментирую что подстрочка не работала мы теперь можем вот так написать п. brick color потому что вот это мне не надо повторять это мы узнали нашего родителя с помощью с помощью вот этой вот строчки кто родитель этого кирпичика так и в этого родителя у этого родителя есть еще один сыночек помимо нашего скрипта помимо скрипта вот кликнули на брик и смотрим налево помните свойства это вот все сыночки детки детки нашего кирпичика и в данном случае мы будем менять вот этот брик color так ну и давайте присвоим ему цвет сейчас придумаем какой давайте желтый yellow по-английски так я курсором заслонил точку нажали нам сразу предлагают что а тут есть кстати random random это значит случайный цвет давайте нет давайте это вы потом с этим случайным цветом поиграть давайте сделаем yellow так сейчас запускаем но кирпич у нас один большой и он конечно же станет желтым ничего удивительного теперь остановили игру и давайте мы этот кирпич продублируем тем же именем дублирую 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 хватит четырех кирпичей идем и давайте опять их немножко передвинем 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 и запускаем все кирпичи станут желтыми почему потому что мы воспользовались ключевым словом parent как это работает смотрите мы когда дублировали наши кирпичики у нас в каждом кирпичике есть свой скрипт пусть он с тем же именем кстати имя имя не важно какое у скрипта может одной буквой с например называться и в каждом из этих скриптиков открыли скрипт два раза шелкнул и у нас здесь написано в букву п переменную которая называется буквой а можно вот так например можно написать вот так вот это слово нельзя использовать за большой буквы вот так давайте вот так local parent или можно 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 переменную такое использовать в переменную parent мы занесли ссылку на родителя нашего скрипта значит ссылку на кирпичик и вот уже в переменной в нашей лежит эта ссылка в ее ребенка в child мы заносим новый цвет а цвет мы получаем вот так ладно хорошо здесь изменили давайте другой скрипт еще изменим а здесь сделаем как делают крутые программисты в кавычках они могут сделать вот так мы можем просто без всяких переменных написать script parent значит в родителя этого скрипта а у нас родитель тоже кирпич в его brick color занеси желтый цвет и смотрите у нас теперь скрипты отличаются немножко один вот такой переменная здесь не буква п а слово parent в другом вообще никаких переменных нет а третий как и был ну и давайте посмотрим желтые вот у нас кирпичики нет отлично так все отлично давайте теперь еще с дублируем один кирпич давайте кирпич дублируем с крутым ну ладно вот такой так вот этот кирпич дублирую его правая кнопка помните duplicate но я нажимаю ctrl d вот эти горячие клавиши так открываем этот скрипт и пишем уже не yellow а random random случайный цвет и давайте теперь этот кирпич еще раз умножим я нажимаю ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d и важно 20 кирпичей и на этом мы урок наверное заканчиваем с вами надеюсь вы теперь поняли что такое смотрите вот эти три кирпичика желтых так и остались потому что мы в криптах которые находятся в каждом кирпичике в родителя цвет родителя поменяли на желтый а те которые кирпичи я размножил вот их тут бесконечное количество я в этот скрипт написал уже не yellow а вот random и с этим именно скриптом размножил все эти кирпичики запомните что random вообще переводится как случайная у меня есть отдельный урок что такое случайные числа в языке луа это не только про роблокс это где угодно я вообще объясняю на картинках на пальцах что такое случайные числа ведь не только же мы случайные цвета будем в игре использовать в ваших играх например будет какой нибудь монстр который иногда подходит к какой нибудь развилке и думает а пойду-ка налево или пойду-ка я-на вперед или пойду-ка я направо И он тоже использует случайные числа и думает, ну все, в принципе, с родителями, с пэрентом, надеюсь, вы поняли. Если не поняли, еще раз посмотрите урок или задайте мне в комментариях вопрос. А вообще подписывайтесь, шлите мне донаты, чтобы мне было интересно записывать для вас уроки. Ставьте лайки, пишите интересные комментарии. На этом все, пока.